Дорогие друзья, уважаемые зрители, вы находитесь на канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова и я, природная ведьма. Давайте посмотрим сейчас, что творится в жизни вашего партнёра. Как он без вас? Скорее всего, вы на расстоянии, между вами пауза. Что-то не то. Статус отношений не определён. Ну и стоит ли как-то бороться за его любовь? Слово «бороться» не очень хорошее для женщины, да? Но всё-таки кто-то из вас, девочки, хочет проявлять инициативу, хочет прямо в бой, хочет брать инициативу на себя. Давайте посмотрим, что здесь вообще расскажут карты по вашей ситуации. Что там с мужчиной? Что с вами? Какой он вас видит сейчас? Значит, ветка сирени упала на грудь. «Милая Алёша, меня не забудь». Здесь могла произойти ситуация, когда ничего не предвещало, да, и всё расстроилось в одночасье. Вот прям на картину мира и вашего партнёра выпадает, знаете, как крушение надежд, несостоявшаяся встреча, несостоявшееся примирение или улучшение отношений. То есть действительно здесь есть некий кризис в отношениях. И так как в вашем мире, в принципе, всё вот без этого любовного поворота, неожиданного, было всё достаточно хорошо, то далее получается так, что вот эта небольшая двоечка кубков на самом деле проходит через ваш мир и перекрывает вам дороги. Вот вы не видите путей, да, путей не видите, цели не видите. Десятка кинжалов, мечей перевёрнутая. Но вообще это сложная карта, это карта разрыва, это карта безвыходного положения, когда человек лишается вроде бы уже всё. Сил, воли, каких-то надежд, желаний. И это могут быть обстоятельства, это может быть личное состояние, ну, то есть личностное, да. Эта карта может показывать как человека, так и суть ситуации. Карта сложная. Давайте посмотрим точно, что она ещё означает. Знаете, здесь точно не означает, что кризис окончательный, бесповоротный, что не видно здесь света в окне, свет в окошке как раз-таки есть. И здесь нужно проявить некий эгоизм, не бояться упустить, потерять. Вот как-то так. Здесь нужно достаточно с любовью и немножко с эгоизмом отнестись к ситуации, к партнёру, полюбить себя. Здесь нет ограничений ваших на самом-то деле. То есть, что вы должны себя взять в ежевые рукавицы, как-то там над собой работать. Совершенно нет. Вот не в этом абсолютно суть. Суть в чём-то другом. А в чём? А здесь просто ситуация назрела, что туда-сюда, это ситуация качелей. Нет выхода, нет вот этой девятки чаш, нет счастья, нет счастливого состояния. Такое ощущение, что у вас здесь идёт процесс не просто качелей, но когда есть процесс сомнений в отношениях. Кому-то из вас уже поднадоело так, как есть. Просто надоело. Давайте посмотрим. Ну или опять же нужно там что-то в себе поковыряться как-то, да? Что-то не то, неоправданное ожидание, неоправдание ожиданий. Давайте посмотрим, какой видит вас партнёр. Итак, его мнение о вас. Ну вот опять десятка мечевая, перевёрнутая. Смотрите, девочки. То ли он думает, что вы уже для себя закрыли, то ли он вот прям пока на данный момент решил всё приостановить и делает вам больно. Но иногда, девочки, делаете больно вы ему. Здесь как-то это обоюдно. Здесь какой-то интерес. И какой он вас видит? Ну, скорее всего, то, что вы сами выходите на связь. Вы сами даёте о себе знать, даёте какие-то вести ему. И, в принципе, он видит, что вы можете идти к нему с интимной инициативой. Да, он вас считывает, что вы немножко подвисли на нём. И подвисли на нём как на мужчине, а не просто как на человеке, на друге, да, союзнике, партнёре. А вот именно здесь очень сильно показывают, что какая-то страсть есть. И вы знаете, он не чувствует себя на самом деле мужчиной. То есть в нём нет инстинкта охотника, как мы сейчас часто говорим. Он не может принимать решения. Девочки, не обижайтесь, но вы ему перебили охоту. Вы ему перебили желание, да, как-то за вами ухаживать, что-то делать. И здесь ситуация не зависла окончательно. Здесь просто идёт переход в некую справедливость, да. Всё будет по справедливости. То есть сейчас идёт отработка то, что вы действительно сами себе наработали. Причём с двух сторон. И он, в принципе, смотрит на вас и понимает, что да, здесь что-то не то. Вот не просто такая взбалмошная женщина пришла, да, со своим характером и со своими желаниями. И всё, люби меня, ты мой. Я знаю, что ты мой. И всё, ты будешь моим. Короче говоря, здесь он начинает переживать, ерепениться от того, что чувствует, что его в тиски берут. Девочки, у кого проигрывается, смотрите дальше. У кого нет, ну, может быть, вы, кстати, подскажете кому-то из своих подруг, кто себя ведёт вот так вот достаточно активно, практически активно, агрессивно. Между прочим, когда начинали наш сеанс, я говорила про то, что сейчас, скорее всего, этот сеанс понадобится тем, кто не желает нарушить то, что ещё осталось. Да, вот это зыбкое, своими активными ухищрениям. Вообще, стоит ли так себя вести или нет? Ну, стоит ли предпринимать какие-то активные действия? Те, кто, скорее всего, активничает, не захотят смотреть, а, может быть, и хотите что-то изменить. Ну, мы посмотрим, может быть, сейчас нам покажут, что вам, да, действительно, давайте, дерзайте. Но карта справедливости и этот аркан кармы говорит о том, что, в принципе, всё, что происходит, я повторюсь, оно уже как-то наработано вашими предыдущими поступками, отношениями. То есть сейчас, очевидно, вы либо проходите момент грабель очередных, непройденные уроки прошлого, да, и сейчас вы их привнесли вот в эти отношения. И теперь опять начинает, наверное, кто-то из вас уже кусает локти, да, что же я наделала, чего же набедокурила, бригадирова жена меня подкараула. Ну, это частушка старинная, говорится к слову, девочки, да. Итак, какой он вас ещё видит? Что вы действительно, знаете, берёте на себя и тащите, 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 и остановиться не можете. Причём такая страстная. Если вот уж полюбила, то всё, своей любовью просто задавлю, да. Нет возможности поговорить. Или не хочет разговаривать, или, может быть, он видит, что вы не готовы к конструктивному диалогу. Возможно, не хотите слышать что-то от него, какую-то правду, боитесь, закрываетесь, какую-то информацию закрываете. То ли на честный диалог не выходите, потому что, или он сам не хочет вам что-то сказать, девочки, чтобы вас не обидеть. Так, а как он себя сам позиционирует? Давайте в подсознание заглянем его, да. А вот он, как раз-таки, двойка кубков. Знаете, у него однозначно было к вам желание и интерес, развитие отношений с вами, да, по двоечке кубков. Но вот здесь всё пошло по какому-то загнанному сценарию, замкнутому кругу. И нет выхода толкового какого-то. Ну, тот пресловутый день сурка. Тройка пентаклей. Тем не менее, есть шанс как-то развить отношения. Дело в том, что, девочки, здесь мужчина либо собой сейчас занимается, да, он тоже понимает, что он тоже, в принципе, очень строго мог отнестись к вам и вообще в ваших отношениях поступать не всегда деликатно, не всегда мягко. И он здесь идёт всё-таки воздушный. Даже неважно, какого он на самом деле знака зодиака и какая у него стихия, да, здесь проигрывается воздушный знак. Но этот человек, который самоуверен и амбициозен временами и вреден, но и также любит новизну, любит, может, кстати, и партнёрш менять, но всё равно он избирателен, как бы, да, ну уж не совсем ходок. И тем не менее, он выходит ещё и перевёрнутый, то есть иногда девочки лучше вообще не трогать, потому что такое можете о себе услышать. То есть вот иногда он показывает себя вообще с отвратительной стороны. Хотя, в принципе, вот вы знаете, здесь есть шанс на счастье. Или будет, он как-то увидит, знаете, если отстраниться. Вот здесь дорожки открываются, но похоже, что это если он решит сам. Да, то есть они закрыты с одной стороны, а с другой стороны, вот здесь если сам решит человек, что ему нужно, что он видит в вас своё счастье, да, тогда дороги откроются или пойдёт на поиски этого счастья. С кем? Кому? И вот опять солнышко, опять шестёрка кубковая. То есть человек, которого он очень хорошо знает, но сейчас не намерен просто растворяться в своих чувствах, да, в своей любви, может быть, да, растворяться, в эмоциях своих. Но вообще видит дружественную натуру в вас. И по девятнадцатому аркану всё-таки всё сглаживается. Но что точно означает, что вот, знаете, всё-таки как поиграли и хватит. Вот здесь пора уже взрослеть. Вот прям здесь карты такие идут. Детские, что ли. Наивные даже, может быть. Он тоже иногда наивен, девочки. Но очень хорошо это скрывает. Но у тех, у кого взрослый ребёнок, который не несёт ответственности инфантильный, так тоже может проиграться. Ну что, вам не позавидуешь. Да, здесь нужно... Вы знаете, как мамочка здесь всё-таки женщина должна быть на ступень выше. Получается так. Он пока императора своего не выруливает. Мечевой и император, он хочет быть таким волевым. Он, может быть, и есть, да, и амбициозным, и брутальным. И все-все-все мужские качества выказывает, да, и пытается доминировать. Но по сути, по сути, если вы вступите в права, вот ваша энергетика, в права императрицы, то есть та женщина, на которой лучше жениться, а не делать ей мозг, да, туда-сюда, с этими качелями, то, в принципе, здесь будет тяга к вам безусловная, или же он себя, знаете, покажет так, что, скорее всего, он вам сам надоест. Зачем вам ещё один ребёнок? Так, ну, если у вас уже есть свои дети, да, смотря какой возраст, или просто ребёнок, если девочки станут помоложе. Итак, дорогие, давайте ещё посмотрим сейчас действия и намерения, да, что вообще может быть между вами, и какие вот поступки, да, и с чьей стороны. Сейчас просто смотрим чистую информацию. Итак, есть некие фантазии, домыслы, да, опять же, всё вот так вот качелями ходят, ни то, ни сё, пока непонятно. Нет успеха, нет развития, есть дьявольские козни, и всё-таки у вас большая страсть или большая привязка друг к другу. Опять же, страсти, 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 страсти и сомнения, всё-таки период сомнений. Что нужно вам сделать? Что скажут карты? Что вам нужно делать в данной ситуации? По семёрке мечей перевёрнуты точно, не выдумывать какие-то планы, козни. Я там с ним поквитаюсь и прочее. У вас на самом деле, видно, знаете, были большие ожидания счастья. И вот здесь вот шанс на счастье пока идёт в негатив. Ну, как бы, знаете, всё уходит из-под носа, как говорят, да? И вот посмотрите. Смотрим на вторую колодь. Вот здесь вот шестёрочка перевёрнутая. Мечи была жезлов, теперь уже мечи. И четвёрка мечевая. Хочется что-то поменять, хочется что-то изменить. Вынужденное бездействие показывает. Это вот, вы знаете, вот уже те, кто смотрит несколько видео подряд, девочки, да, вы замечаете, что снижена энергетика, снижена. У вас это может присутствовать и у вас, и у вашего партнёра. То, что вы, может, там и готовы в бой, и, по сути, вы активистка, и провокаторша, да, часто провоцируете моменты положительные, негативные. Сейчас может быть такой период, сезон такой, время года такое, да, что прям, ну, регулярно показывают. Слабость, вот это бездействие, да, нежелание что-то делать. При этом идёт обдумывание, внутренняя эта работа ведётся, внешнее бездействие показано. Что ещё вам делать? Не нужно сомневаться в чём-то, девочки, традиционно себя вести, как женщина, которая, в принципе, ставит некие свои, точнее, заявляет о своих правах, да, на то, чтобы всё было по-серьёзному. Но в будущем-то уж точно, да, задел такой на будущее у вас. И вы сами видите, да, в этом человеке родственную душу, который сейчас идёт на попятную, и не совсем тот человек, которому можно доверять, как вы думали изначально, при вашем первом знакомстве. И вот опять отец мечей. Ну, всё, король мечевой. Что делать? Ну, что делать вам? Здесь нет, опять же, заземления. Здесь нет надёжного тыла. И на данный момент, ну как, просто открыть глаза, видеть, кто этот мужчина на самом деле, да, что это всё-таки не про любовь сейчас. Всё, что угодно, но не любовь, девочки. Нижний астрал, луна перевёрнутая. И всё-таки надейтесь на успех. То есть здесь показывают ваше, ваше угнетённое состояние, да. Тоже бессонная ночь, какие-то переживания перед сном особенно. Не можете вот отдыхать с чувством, с толком, да, и с удовольствием. Подводные течения, подводные камни. Копаетесь в себя. Интересно, вы его видите, мужчины, страстным и умным, интеллектуальным, да, и всё равно это арканы отдаления. Такой хороший, но чужой, кстати. Ещё и тройка мечей. Дьявол, маг, перевёрнутая, императрица перевёрнутая. Очень похоже, что кто-то ещё и палки в колёса вставляет. Может быть, мужчина пока ещё не решил, что он хочет, сомневается, да. Но здесь мы видим, есть некие обстоятельства. И здесь, знаете, как искушение различного рода, тоже, может быть, его перетягивают на свою сторону, да. Может быть, друзья. И есть элементы манипуляции. Может быть, он ходит по сайтам и смотрит или там какие-то аудио слушает, видео слушает, коучей, тренеров, пикаперов, да, так называемых. Ну что, у женщины курсы стерв, да. А у мужчин тоже курсы пикапа. Как соблазнить женщину и вообще женщин как можно больше и чаще и быстрее, при этом не вкладываясь, да, и чтобы она ещё и страдала. То есть это активный способ манипуляции девочки. Ну что ещё дурак выходит пока что или уже что. Не надо привязываться. Привязались, но отвяжитесь, дистанцируйте, займитесь своей жизнью, займитесь новыми знакомствами. Ну и перед вами открыты многие двери. Даже для тех, кто думает, что всё, люблю дороги, не вижу. Здесь зависимость девочки пока показывают так. Хорошо, давайте ещё спросим. Мужчина. Понятно, что сейчас непонятно по поводу действий. Ну, сейчас загадайте время, проявится ли он и как-то пояснит ли он ситуацию свою. Потому что он видит, что вы вроде как на контакт не идёте или хочет невозможно, считает, что невозможно с вами сейчас адекватно разговаривать. Всё равно вы его не поймёте. Загадайте сейчас какое-то время, но не очень большой период. И давайте спросим, вот в этот период он проявится вам? Пятёрка мечей. Тут какая-то возня, какие-то ссоры. Девочки, у него тоже шут. Он сейчас будет для себя жить, и он идёт как-то неправильно. Всё равно неправильно. Он может никого не слушать. Он сам себе начальник, сам себе режиссёр. Но здесь что-то его колбасит очень сильно. И здесь идут разрушения, форс-мажорные обстоятельства. То есть, знаете, он куда-то отдаляется и идёт просто, если даже он появится, но только не в те сроки, которые вы задумали. Ну и вполне возможно. Девочки, вот у кого актуальна тема, он сейчас будет разбираться то ли с бывшей, то ли просто женщиной. И, кстати, может быть, это его семья. Вот там, где есть дети, где он заботится, помогает или должен решать проблемы. Где-то ещё, кого-то ещё. Хотя он может быть даже разведённым и вообще тут не видно. Мужчина, знаете, если даже вот он и женат, но он ведёт себя как холостяк, как глупец, как шут. Вот какой-то сумасброд сейчас с него считывается. Сумасбродность. И он сумасброд. Итак, девочки, девятка жезлов повторяется. Здесь уже оба вы набили шишек. И, скорее всего, будете дуть на воду, обжегшись. До того, как и во время вашего общения здесь вы оба повторяете некие ошибки, которые уже были допущены в предыдущих уроках. Видите, как такое сказочное создание держит кисть и пальцы так, да что? Говорит, задумайся. И всё-таки, всё-таки, и всё-таки. Вы знаете, в поисках нового счастья можно добиться некой стабильности. Можно даже, возможно, удачно выйти замуж. Но не за этого человека, а там, где вам будет хорошо, спокойно и стабильно. И потерять, может быть, твою любовь, или, может быть, потерять какие-то чувства. Всё-таки здесь нам показывают человека и вас, когда вы чувствуете, особенно вы чувствуете, девочки, у вас ещё есть шансы создать семью, вот именно такую плотненькую, хорошую, да, в неких традициях, да, чтобы, ну, не обязательно полная чаша эмоций и любви, а вот так, чтобы всё было с уважением, с заботой, да, чтобы все сыты, одеты, а будто накормлены были, муж, дети, да, и как-то вот, и вот этим радоваться, возможно, вот как-то так получается. А здесь такая любовь, и любовь больная, честно говоря. Ну, какая-то сложная, сложная, скажем так, та, которая приносит боль, внутренние терзания, полуни и по башне. Девочки, ну что, вы знаете, пока ещё не получается сказать, что здесь совет да любовь, да, или меняется всё, я говорю ещё раз, звёзды у нас сегодня стоят так, завтра немножечко по-другому, что-нибудь может быть, да, переставится, и, и, и к вам придёт любовь сказочная, всё-таки сказочная, всё-таки этот мужчина, девочки, и будет уходить, отдаляться, и опять возвращаться, и делать мозг, трепать ваши нервы, да, будет дистанцироваться, прятаться, и вы будете сидеть, и ждать у моря погоды, дорогие. Но вот пока так, это на ближайшее время, и здесь идёт одиночество, но неправильный отшельник, опять же, какой-то неправильный путь, нет, сейчас, на данный момент, на ближайшее время, нет как бы самореализации, да, то есть всё, что угодно, есть аскетизм, какие-то желания, что-то сделать правильно, и по сути, здесь идёт либо внутреннее одиночество, и при этом не самосозерцание, не духовное развитие, а разброта, шатание, почему-то вот так, но вообще этих состояний бояться не надо, потому что вы же должны знать, что хорошо, да, и что правильно, а это произойдёт только, когда вы почувствуете, что опять такое вот не то, неправильно, да, как узнаешь, что белое, без чёрного, и вот двадцатый аркан всё-таки, здесь большой этап заканчивается, и наступает некое исцеление, да, то есть вы для себя очень многое перелопатите, передумаете, многие успокоятся тем, что у вас уже есть сейчас, на данный момент, и поймёте, что такие вот бзыки, эмоции, чувства, такую любовь, ну просто нельзя проявлять, да, к мужчине, можно его этим напугать, возможно, вас и самих пугают эти чувства, но тем не менее, по двадцатому аркану, дорогие, здравый смысл, здравый взгляд на ситуацию, это попрощаться с прошлым, но отпустить его, да, не по тринадцатому аркану, по обнулению, потому что просто большой этап, вот имеет всё цикличность, да, имеет свойство заканчиваться что-то, чтобы потом опять чему-то начаться новому, здесь у вас просто может с этим мужчиной быть переход на другой уровень, более духовный, скажем так, но это может быть какое-то взаимопонимание, да, или во всяком случае вы полюбите себя, и вы направите вашу энергию на вашу семью, ну, а мальчики, а мальчики потом. Ну вот так, дорогие, я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча была для вас интересной и полезной, вы с удовольствием поставили лайки для того, чтобы поддержать мой труд скромный, поддержать мой канал, поблагодарить, отдать вселенной благодарности, и, конечно же, пусть у вас всё хорошее только сбывается, а плохое уходит, и взаимности. Подписывайтесь на мой канал, звените в колокольчик для того, чтобы не пропустить наши новые встречи. И до новых встреч. Пока.